Отвечают батюшки И у нас в студии сегодня два клирика нашего монастыря, два отца Сергия, а всего их у нас четыре Отец Сергий Нежборд и отец Сергий Черняк Здравствуйте, дорогие батюшки Мы хотели бы сегодня затронуть вопросы, которые волнуют всех и всегда Любовь и дети Ну, конечно, вопросы всеобъемлющие, и мы даже не ставим перед собой задачу как-то глобально на них ответить Но в жизни каждого человека есть конкретные ракурсы, под которыми он рассматривает вот эти две проблемы И я не знаю людей, для которых это была не проблема, вообще вот никакая не проблема Хотя, может быть, батюшки со мной не согласятся Любовь Слово одно, а смыслы могут быть вложены разные Вот в разных языках есть разные слова Даже в белорусском есть любовь и коханне Вот я уж там не говорю о греческом или там английском есть I love you, а есть I like it Нравится и люблю, это разные вещи А вот в нашем языке, ну хотя нравится тоже есть, да Но сейчас не об этом А в нашем языке очень много чего сложено в эту коробочку под названием любовь Я имею в виду терминологию И по-разному мы ее трактуем И о ней разное сказано То она там нечаянно нагрянет, батюшка любит наш вспоминать эту песню То есть все возрасты покорные у Пушкина То у Данте любовь, что движет солнце и светило И много-много разных ипостасей и характеристик И мы постоянно с ними имеем дело Вот пока я не была христианкой Для меня проблемы не было Было совершенно однозначно понятно, что когда мы говорим любовь Между ними любовь, то любовь мужчины и женщины Все ясно Но когда в жизни появляется Христос То это понятие бесконечно расширяется И когда человек узнает, что Бог есть любовь Многих иногда это даже шокирует Меня шокировало, пока я не разобралась, что имеется в виду И начинаются вопросы и трактовки И вот будучи совершенно дремучим неофитом Я заинтересовалась, а что в Евангелии есть на тему вот такой любви То есть плотской любви И оказалось, что практически ничего Есть, конечно, любви Христовой Есть душу свою за други своя Есть любите враги ваши Есть про свадьбу, есть про развод И очень даже подробно А вот про чувства Там вот этой девушки Вот этого парня Ничего нет Я задалась вопросом, почему бы это Могли бы вы порассуждать и ответить на него? Человек, он, как сказать, он растет Он все время находится в динамике И иногда мы воспринимаем какое-то явление или человека Его какой-то поступок Как бы так, ну, как бы в кадр, стоп-кадр какой-то Вырезаем его из контекста его жизни И воспринимаем И это восприятие, оно не всегда, а даже, можно сказать, и никогда Неправильным является Потому что оно как бы вырезано Мы не совсем знаем о том, что было Не совсем знаем, еще меньше знаем о том, что будет потом И вот я думаю, что Вот эти наши чувства Они такие очень сложные Они постепенно в нас растут вместе с нами И может быть тут вообще Ну так, дерзну сказать Это может не святоотеческое учреждение Мое какое-то такое Может вообще в человеке, знаете, все как бы растет И дорасти до евангельской любви Ну тоже как бы надо дорасти до нее Так совсем перепрыгнуть из ничего и сразу в евангельскую любовь Наверное, вряд ли получится Ну и каковы эти стадии? Сказать, что евангельская любовь, она вот прямо противоположна Такой обычной человеческой любви Ну я бы не сказал Наверное, что-то там есть Какие-то созвучия Какие-то есть, как переклички Не знаю Я когда В первый раз влюбился Так вот, помня себя Я испытал такое чувство, знаете Ну Почувствовал, что мне море по колено Что я все могу Что какая-то сила во мне появилась такая Вот Что-то подобное появляется, мне кажется И когда человек посещает благодать Божия В каком-то смысле Может быть это вообще как-то очень похоже Может тут и нет никакого противопоставления Другое дело, что Что потом, да Что как мы это чувство Как бы используем Что из него вытекает А потом тоже бывает похоже И влюбленность отходит И благодать отходит И вот же виснуть Поэтому мне кажется, что может тут Может и не надо противопоставлять Знаете, вот на исповедь приходит человек На сегодняшний день Как бы его Душа, наверное, испытывает вот такое состояние Даже влюбленности Ничего страшного в этом нет Просто влюбленности Но ты чувствуешь, что это чувство Оно вырывает его из этой какой-то обыденности Из этого болота Из этой повседневности И я думаю, что Даже в этом есть какая-то Божья искра К сожалению, вот как-то человеку Очень трудно удержаться На какой-то высоте Он в какой-то момент Поднимается на какой-то уровень Ему что-то открывается Он как бы переживает некий особый Какой-то опыт в своей жизни Но потом, к сожалению, он это теряет Он падает Порой даже еще ниже Той планки, от которой он толкнулся Так и в духовной жизни То же самое уже происходит Ведь если влюбленность Можно сравнить С благодатью Вообще влюбленность Это как бы аванс Так же, как и первая благодать Это Божий аванс человеку А потом Бог, наверное, подразумевает Что ты что-то будешь делать Что-то Вот это что-то С этим чувством С этим авансом С этой благодатью С этой первичной влюбленностью И если человек не знает Не умеет И неправильно И ею пользуется только Ну, так сказать Потребительски То, наверное, это быстро отнимается А можно это сохранить? Вот как у вас, Отец Иоанн? Ну, в первую очередь Хочу сказать То, что В Евангелии Это нету противопоставления Любви Такой плотской Как раз таки Иоанн Креститель Когда пришел Проповедовал Что вот Я Друг жениха Друг жениха Который стоит и радуется Жениху Который готовится Вступить в брак То есть такое Присвкушение Радостной жизни В браке Потом Господь Говорил о том Что вот Вышли 10 дев Встречать Жениха И Господь Использует Эти образы Потому что Они близки к нам Он не отвергает Наши чувства Такие Ну, во-первых Конечно Это Божье установление Да Вот когда Просто создание Евы Это уже говорит о том Что Господь Благословляет Человека Создает ему пару И благословляет Их союз Мы знаем В Ветхом Зависе Есть книга Песни Песни Которая Очень такая Острая Так сказать Да Но она Символ любви Человека И Бога Поэтому Нету противопоставления Есть Как Вы сказали Сначала Машка Что Всякая Любовь Да Все виды Проявления От Бога То Как мы Как разведчик Может Может Как-то В себе И в других Я такого Не наблюдаю Я вижу Человек Вот пришло К нему Какое-то состояние Вот он Вдруг В том Каком-то Увидел красоту Ну что Он будет Там сидеть По полочкам Раскладывать Откуда Это мне пришло Да нет Конечно Или потом Наоборот Ушло Это состояние А С человеком Жить надо Дальше Да Вы уже Рассматриваете Как прагматик Как Уже От жизни Исходя А отец Сергий У нас еще Идеалист Ну я не сказал бы Что я совсем Идеалист Просто сейчас Немножко Наверное Теории Вот отец Сергий Отец Сергий Отец Сергий Отец Сергий Как-то Старше И младше Я не знаю Как Вы По возрасту Но по крайней мере По пребыванию В нашем монастыре Это так И вот видите Что произошло Вы еще побудете Немножко В нашем монастыре И отец Сергий Старше Имеет много детей Ну немного Ну есть школьники И есть младенцы И уже Очень давно Они с матушкой Ларисой Вместе Идут Рукообраку По этой жизни Уже больше Больше Десяти лет Ну больше Двадцати Больше Двадцати Ничего себе Больше Больше Двадцати Больше Двадцати Поэтому Рассуждения Уже Более Такие Вернее Более Менее Менее Романтичные Мне кажется Что вот Есть опасность Какая Человек Приходя Попадая В церковь Он может Как бы Попасть В такую Ситуацию Ему Как Нужно Какую-то Как бы Роль Играть Вокруг Существует Какая-то Ситуация И он Вдруг Чувствует Какое-то Несоответствие Своих Внутренних Состояний Своей Жизни И того Что О чем Говорится О том О чем Проповедуется То Как Внешне Выглядит Жизнь И тогда Он начинает Как бы Как человек Воспитанный Как бы Пытается Уже Отстроиться В этих Рамках Существовать И начинается Какая-то Двойная Такая Двойные Стандарты Что Внутренний Человек То Он Все Ну Не Такой Но Ему Как бы Все Время И он Даже Сам Не отдавая Себе Отчеты Начинает Быть Каким-то Каким-то Ненастоящим Просто С одной Стороны Конечно Мы Как культурные Люди Не можем Позволить Себе Ну Так уж Совсем Говорить То Что Думаем Это Будет Даже Как-то Ну И Некультурно Но С другой Стороны Какая-то Вот Эта Привычка Жить Как-то Не своей Жизнью Она Настолько Вот Тонко Вкрадывается Во все Аспекты Что Ты В конце Концов Начинаешь Понимать Что Такой Какой Ты Есть На самом Деле Ты Наверное Богу Ты Не Нужен Ты Должен Быть Каким-то Таким Не Таким Но И Не Таким Ты Тоже Не Может Быть Понимаете Вы Видите Что Это Проблема У Людей По Исповедям Да Ну Как Или Это Вы Видите Сами И Как С этим Соотносится Наша Тема Да Ну Простите Может Так Немножко Не Попад Нет Отлично Ну Просто Что Может Быть Попытаться Человек С Человеком Вот Самому Себе Может Быть Даже Попытаться Ну Как Посмотреть На себя В зеркало Ну В такое Может Не совсем Даже физическое А даже И физическое Зеркало Внутреннее Зеркало И попытаться Ну Как Быть Не Испугаться Того Что Ты Увидишь Ну И Как Бы Начинать С этим Что Дальше Как Взаимодействовать Не С тем Чем Как Быть Тем Чего Нет Потому Что Это Какая Странная Получается Вещь А С Тем Что Реально Есть Что Переполняет Или Наоборот Полная Пустота Полное Отсутствие Вообще Чего бы то Ни было Во мне А мне Надо Жить Вокруг меня Есть люди Которые Наверное От меня Как-то Зависит Которые От меня Чего-то Ждут Наверное Может А наоборот Ничего Уже Не ждут Вот И мне Надо Пытаться Как-то Все-таки Ну Так Не замкнуться На себе На своих Каких-то Чувствах Своих Представлениях А все-таки Как увидеть И в этом Есть какая-то Тоже Любовь Понимаете Любовь Такая Чтобы Ведь Любовь Это все-таки Проявление Вовне Это не совсем Такой Нарциссизм Где человек Только на себя Любуется И себя Только одного И любит Может быть Так Может быть Но это Какой-то Надо иметь Как бы Все время А если ты Не имеешь Нужно себя Как-то Изменять Искусственно Или Можно Сказать Ай Буду Какой Есть Все Уже Все Потухло Погасло Вся Любовь Вся Влюбленность Но Что делать Все равно Что же Венчаны Ну я Утрирую Да Но Есть такой Кстати Момент Вот Отец Сергий Сказал Так Возвысил Немножко Нашу Тему Сразу Перевел На брак Вот Но Любовь И брак Это Не одно И то же Мы Хотели бы Может быть Чтобы Это было Одно И то же Но Мы Упираемся В то Что Это Не Всегда Эти Одна из другой Вытекают Вот И мы Смотрим На Современную Нашу Жизнь И видим Что Если Уже Мы Заговорили О браке Хотя Я Собиралась Уклониться В сторону От Этой Потому что Очень Будет Тогда Расплываться Наша Наша Тема Я Все Хочу Вырулить На то Как Общаться Молодым Людям Которые Встретили Друг Друг Не В браке Вот И вот Я вижу Что Мы же Поем Венчание Что Люди Венчаются Люди Встречаются Люди Венчаются Женятся Как пел Из советской Песни Вот И По Статистике Сейчас Катастрофически Выросло Количество Разводов Причем Не только Там Где-то В миру Который Возле Лежит А именно В том числе И в православных Семьях Вообще В православии То есть Люди Венчаются Через полтора Года Уже Их нет У них Уже Все Распалось А еще И дети И в общем Это все Коун Проблем Наворачивается И Что же Жить Вместе Не можем Потому что Они узнали Друг друга Вдруг И оказалось Что эти Недостатки Не те Недостатки С которыми Я Как православный Человек Женщина И мужчина Готов Мириться А вот Если бы у тебя Были вот такие Недостатки Я бы как-то Еще Примирилась И ты Ты мне показывал Такие Свои Недостатки Когда мы С тобой Встречались А потом Мы повенчались И получилось Вот такое И чем Плодить Вот эту Ненависть В семье А уже И ребеночек Появился Он будет Это видеть Давай Разведемся А уже Венчаны И понимаете Грех Получается Плодить Грех И вот Альтернатива Есть Какая-нибудь Или Мы все равно Будем узнавать Друг друга Уже Повенчавшись А это Рискованно Альтернатива Да нет Никакой Альтернативы Есть То, что Есть Вообще Как бы Так а что Делать Молодежи Отец Иоанн Кристианкин Предлагает Три года Встречаться Реально Это Три года Встречаться Только После Трех лет Он А молодежь Что Молодежь Которая Спрашивала Отец Ана Кристианкина Она Его Слушалась Мне кажется Что Молодежи Может Даже Вопрос Так Не Стоит Что Им Делать Они Живут Просто Своей Жизнью И Вполне Даже Они Еще И нам Скажут Что Нам Делать Понимаете Если У них Действительно Так Стоял Вопрос Так Может Быть И Ответ Нашел Соба Но Вопрос Такого Нет Ну Редких 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 Людей Которые Приходят В храм Но Это Просто Знаете Даже Не Единица Это Просто Ну Как Просто Ну Настолько Редко Что Действительно Редко У кого Человек А что Нет В Православной Среде Конечно Редко У кого Возникает Вообще Какие Вопросы Я вам Честно Скажу Все Знают Прекрасно Даже Если Они Для Формы Спрашивают Они Все Знают Вот Так Так И Так Поэтому Я Не Знаю Мы Можем Какую То Вывести Какую Красивую Теорию Про Эти Три Года Вы Говорите Еще Про Что Но Жизнь Она В Эти Рамки Все Никак Не Вмещается Так Есть Другая Теория Она Из Мира Исходит А Давайте Поживем На Квартире И Сразу Мы Все Православные Горим О Нет Это Нам Не Подходит Это Грех Ну Кому Говорим Себе Или Ну Мы Это Говорим В Медиапространстве Да Знаете Да Тут Сложно Конечно Очень Сложно Мне Кажется Что Когда Ты Имеешь Дело С Конкретным Человеком С Его Конкретной Судьбой С Его Конкретной Ситуацией И Когда Он Тебе Доверяет Что Бывает Крайне Редко Тогда Действительно Ты Муж Можешь Ему Что То Сказать Да И То Что Ты Можешь Ему Сказать Ты Можешь Сказать Ему Ну В Таких Очень Узких Рамках Возможного То Что Он На самом Деле Может На сегодня День Осуществить А Он Как Правило Очень Мало Что Может Вот К сожалению Я Прихожу К Такой Мысли Что Не То Что Человек Стоит Как В Квотой Сказке Там У Него Камень И Написано Налево Пойдешь Коня Потеряешь Направо Пойдешь Еще Что И Он Думает Куда Могу Пойти Он Чаще Всего Таком Узком Коридоре Не Назад Не Вбок Не Вправо Не Влево Он Не Может Он Может Только И И Куда Уже Этот Коридор Приведет Но Может Чуть Медленнее И Чуть Быстрее Вот И Вся Его Вся Его Как Без Его Выбор А Бог Конечно Может Человека Из Этого Коридора Вывести Но Это Уже Как Б Совсем Другая Сказка Как Говорит Совсем Другая История А Если Вот Так Вот Просто Как Вот По Человечески То Это Как Бы Уже Все Заранее К сожалению Понятно Альтернатива По Человечески И По Православному По Человечески Вот Так А Вот По Православному Это Так Как Бог Велит Мне Кажется Что Многие Заблуждаются В этом На Этой Развилке Противопоставляя Одно Другому Человек Я думаю Должен Понимаете Он должен Все-таки Руководствоваться Руководствоваться Ну Поиском Внутренним Таким Поиском Себя Самого Своей Как бы Жизни Своей Цели В жизни Да И на этом Пути Встречается Еще один Человек Иногда Непонятно А тут Ли Самый Человек Может Это Просто Как бы Попутчик Такой Который Так Случайно А может Это Человек Который Навсегда Твой Должен Как Человек В этом Разобраться Как Очень Трудно Ему Нужно Наверное Пытаться Как-то Все-таки Жить Пытаться Внутренне Как-то Но если Мы говорим О верующем Человеке Да О верующем Мы говорим Конечно И Наверное Внутри Какой-то Ответ Приходит Иногда Это Приходит К сожалению Не так Все Гладко Через Какие-то Может Быть Скорби Через Какие-то Может Быть Какие-то Такие Знаете Трудные Какие-то Барьеры Приходится Переступать Но Рано Или Познан Ты Наверное Это Внутри Как-то Понимаешь Вкрутить И У меня Там Была Студентка Она Однажды Приходит И Говорит А я Замуж Выхожу Ну Как-то Были Сниг Наверное Близки Дю Говорю Как-то Внезапно Говорит Ну Я Там Пела В Приходском Храме И Там Один Парень Он Семинарист И Вот Он Уже Заканчивал Заканчивает Вернее И Мы С ним Вообще Никогда Не Встречались Однажды После Службы Подошел Ко мне Провожал Меня Домой И Сказал Не Соглашусь Ли Я Быть Его Женой И Говорит И Я Согласилась И Понимаете А потом Они Повенчались Поженились Просто Видимо Были Не Против Симпатичны Друг А потом Пришла Любовь Я их Наблюдала Они К нам В Петропавловске Ходили Ну Потом Семинарист Стал Хорошо Многие дети Родились Вот Бывает же Вот Наверное И так Как-то Это уже Ретроспективно Мы можем Просмотреть Отец Сергей Вы все-таки Задели Действительно Эти места Из Евангелия А еще Можно Вспомнить Что там Говорится Уже Про отношения В браке Муж Да Любит А жена Да Убоится У меня Однажды Девушка Одна Спросила Что За Дискриминация Такая Мы Должны Бояться Они Нас Должны Любить Есть Какое-то Положительное Объяснение Этому Я не Припомню Если честно Это место Из Евангелия Что Господь Говорит В апостоле Я Из Евангелия Скажала Но Когда На Венчании Апостол Читается Точно Точно Жена Надо боиться Мура Своего Не совсем понял Формат беседы Если честно Мы его формируем Отец Сергий Вы поймите Половину не понимаю Чего вообще Говорится Что этот фонарь Сидит Простите Все так сложно Учение Магистратуре Все Тогнать Структурируем Научно Вы Начали Структурировать А мы вас Выводим Я Академию Поступил И бросил А Машка До сих поручится Вот в этом Наша разница У меня нет выбора Он в этом Ускорье Нет выбора Отец Сергей У нас Формат Формируется В процессе И Это Интереснее И правильнее Чем мы Зададим Себе Вот эти Рамки Рамки Есть Но давайте Будем За них Выходить Хорошо Вот вы Сначала Сказали О том Что В разных Языках У любви Есть разные Оттенки В церковнославянском Языке Наивысший Оттенок Любви Наверное Все-таки Это страх Начало Премудрости Страх Божий Страх Это не Животный Страх Это страх Потерять Любимого И вот Апостол Павел Имеет Ввиду Это Скорее всего Потому что Жена Боится Мужа Вот таким Страхом Почти Как Бога Сначала Бога Потом Мужа Потому что Это союз Благословленный Специально Жена Женщина Создана Для мужчины Специально Все прекрасно Так что Никак не получится Равноправие Мне кажется Вот это Равноправие Мне кажется Девушка Не удовлетворилась Вот таким Ответом Ну девушка Какая Моя бы Матушка Удовлетворилась И сразу Показать Закадров Матушке Что все Поняли Ее глаза Разные Девушки Бывают На самом деле Этот Отец Сергей Сказал Что Действительно Молодежь Не всегда Спрашивает Как Общаться Как Не общаться Это Личное Дело Каждого Человека Кто Хочет Общаться Целомудренно Тот Общается Целомудренно До Брака Это Важно Да Нужно Сказать Себе Нет Потому Что Пока Ну Зачем Этот Период Нужен Три Года Год Полгода Три Месяца Кому Как Нужно Для Того Чтобы Понять Вообще Вам С этим Человеком В одну Сторону Плыть Или Поэтому Психологи Советуют Полгода Минимум Встречаться Потому Что За полгода Человек Может Сгрыть Какие-то Свои Психические Отклонения Например Да То есть Чтобы Себя Безопасить Чтобы Какие-то Чувства Перегорели Пересмотреть Со стороны Куда-то Съездить Поработать Идеально Вместе Обои Поклеить Да То есть Именно Для этого Пока Ты еще Не уверен Нужно Воздерживаться Это Когда В церкви Люди Не Используют Этот инструмент Терпения Потом Сами Они За это Страдают Страдают Дети Это больно Это страшно Мне кажется Мне кажется Что Проблема В том Что Не мое Поколение Не Теперешнее Поколение Миллениалов Не воспитывается В духе Вообще Какого Каких-либо Ценностей Ну Минимально Да Воспитываются В духе Свободы Не воспитываются В духе Труда Как это Было Раньше Сейчас Эра Потребления Развлечения Еще Отец Кронштадтский Писал Об этом 150 лет Назад Тогда Он Говорил Что Вот Все Человека Хлебом Не кормит Дай ему Развлечение Сейчас Это Выросло В десятки Раз А представляете Через 100 лет Что Будут Говорить Ой Во времена Миллениум Миллениала Это Еще Были Цветочки Вот У нас Так Также Было Всегда Но Мне не Хотелось Бы Перевести Наш Разговор В стадию Назидания Какого-то Молодежи Запугивания Что Все равно Однозначно Если Вы Не Целомудрены Вам Каюк Ничего У вас Не Получится Вот Так Как-то Тема Очень Такая Все Так Именно Этот Момент Он Так Для Всех Не Скажешь Одной Формулой Есть Евангелие В котором Это Запрещено Если Ты Выходишь За рамки Евангелия То Ты Берешь На себя Отвест Все Хорошо Это Ли Плохо Ты Решаешь Сам Для Себя Ты Будешь Дальше Нести Эту Ответственность Может Быть Все Будет Хорошо Есть Семьи Которых До Брака Не Воздерживаясь И Хорошая Семья И Все Сколько Процентов Удачных Неудачных Трудно Сказать Это Риск Риск Так У нас Сейчас На дворе Кризис Любви Или Нет В Каком Хотите Смысле Наверное Как-то Это Не то Что Прямо Сейчас Наверное Всегда Был Какой-то Кризис Кризис Это Не Только Нехватка То Мне Кажется Что Это То Что Люди Перестали Понимать Что Такое Любовь Или Подмена Произошла Или Они Извратили Или Подменили Это Слово Чем-то Ну В основном Мы Понимаем Чем Совершенно Такими Одноразовыми Какими-то Плотскими Отношениями Вчера Любил Эту Девушку А Сегодня Мне уже Понравилась Другая Ну Что Делать Все Любовь Прошла Завяли Помидоры Я уже Я честная Я не могу Уже С ней быть Я пойду Кто И Вот Такая Псевдо Честность И В общем-то Псевдо Любовь Может Человеку Надо Знаете Очень Очень Сильно Много Всего Дров Наломать Чтобы Потом Убедиться Что Это Что Не То Как Его От Этого Уберечь Знаете Очень Часто Приходят Люди И С Таким Ужасом Рассказывают Что Какой Кошмар Мы Значит С Детства Водили Ребенка В Храм Он С Детства Исповеду Собочащался Он Как Мы Все Молимся И Вдруг Я Узнала Что Там Человек Что Там У Него В Телефоне Он Вообще Что Оказывается Его Интересует Человек С Решила Но На Время На Время Да А Как Его Уберечь В Принципе Ты Понимаешь Что Наверное Уберечь Может Господь И Господь Наверное Тоже В курсе Всего Происходящего Не То Что Он На Время Отвлекся Другими А Тут Этот Ребенок В Это Время В Телефон Залез Не Господь Видит Все Ну Вот Он Как То Попускает Попускает Человеку В эту Какую-то Грязь Окунуться Почему Так Происходит Вообще Много Вопросов Честно Говорю У меня Не всегда Есть На самом Деле Найдешь Что у Меня Мне кажется Вообще Может И вообще Ни у Кого Но Это Нет Ответов Мы Можем Как Бы Строить Предположения А Вот Если Так По Большому Счету А Что Тут Сказать Есть Как Да Вот Есть То Что Есть Хорошо Если У Человек В Какой-то Момент Сердце Заболит Он Почувствует Что Душа Что-то Его Деформируется Он Что-то Не Может Так Вот Что-то Как-то Захочет По-другому Ну Тогда Как-то Произойдет Какой-то И Это Бывает Такое Чудо Так Вот Бывает А Бывает И Чудо Бывает Чаще Бывает Конечно Не Чудо Но Чудо Оно Какая Вы В Мотивление Сходите Хоть раз На Воскресенье Поисповедуйте Так Рухами Мы хотят Легко А вот Поисповедуйте А потом После этого Посадить Вас И спросить Ну Как У вас Любовь Да С любовью Как Бывает Реальность Такова Я Вам Честно Скажу Это Уже Как Бывает Тоже Не По Теме Я Скажу О Своих Чувствах Я Вот Когда После Исповеди У Как Выбрать Кратчайший Маршрут Чтобы Никого Вообще Не Встретить Чтобы Как-то Прибежать Домой Закрыться И Просто Как Бы Какое-то Время Вообще Ничего Не Дома Жит Слава Богу Меня Тяжелее Это Время Там Никого Нет Я Матушка Лариса Живница Поэтому Но Это Немощ Такая Понятно Что Может Другой Батюш Какой Нибудь Такой Знаете Более Духовно И Духоносно По-другому Скажет Но Я Говорю Что Многие Батюшки Говорят Что Переживаю Я Вижу Что Происходит Катастрофа Очевидно На фоне Катастрофы Есть Действительно Есть Действие Божие Я Я Вам Даже Больше Скажу Вот Что Не По Теме Анна Каренина Представляете Для Меня Было Большим Утешением Вот Она Бросается Под По Стоп Кадр Просто Вырезы Для Меня Было Большим Утешением Очень Важно Как Это Произошло Важно В деталях Я Как-то Знаете Удивился Даже Вот Что В ней Происходит Толстый Очень Точно Передает Это Состояние Грех Настолько Ее Как Б Сказать Деформирует Что Она Вдруг У нее Появляется Такое Состояние Ну Какого-то Помешательства Такого Она Немножко Так Забывает Вот Она Едет В карете Она Не может Понять Где Она Находится Что Это За улицы Она Что-то В каком-то Безумии Вдруг попадает На вокзал И на этом Вокзале Сама Не знает Чего Она Ждет Что Она Хочет Вдруг Она Видит Этот Поезд Вдруг Она Понимает Что Единственный Выход Ей Туда Но Что Очень Важно Когда Она Хотела Туда Прыгнуть Она Перекрестилась Ничего себе У Толстого Это Написано Да Я Помню Она Перекрестилась Интересно В фильме Она И уже Когда Почувствовала Что Она Не Может Оттуда Вырваться Поезд Уже Там Эти Колеса Начали Ее Там Платье Заминать Она Вдруг Все Таких Богу Обратилась Понимаете Вот В этот Момент Она Пришла В себя И Перед И В этом Будет Смерть В этом Смысле Как Бы Это Такая Как Иллюстрация Такой Надежды Что Даже В таком Страшном Помрачении Даже Когда Делают Такие Безумные Поступки Господь Все Равно Дает Ему Какой То Хоть Миллиметр Какой То Хоть Секундочку Опомнится Может Это Ее Такое Предсмертное Обращение К Богу Которое Может Быть Оно Не Было Таким Покаянием Как У Благоразумного Разбойника Но Какая То Частичка Тоже Там Что И Присутствовало В этом Смысле Понимаете Господь И Даже Под Колесами Поезда Но Человека Как Все Не Не То Что Ты Там Совсем Уже Все Сделаешь Как Бы Как Сказать Идеально Но Есть Надежда На То Что В Твоей Жизни Появится Вот Это Божье Чудо Которое Даст Возможность И В Этого Ада Все Равно Господь Тебя Может Вывести Вот Казалось Был Чек Вад А Господь И Вад Приходит Понимаете Вы Очень Оптимистичный Священник Я бы пытался Чтобы не говоришь Что я тоскудаю Нет Ну На самом Деле Это Так Про Любовь Может быть Мы Уже Закончим Давайте Мы Перейдем К Плодам Любви То Есть К Детям Хотя Мы Конечно Не Исчерпали Тему Но Мне Нравится Поворот Мысли Куда Назовет Эта Тема Испод Колес Я бы сказала Испод Колес Потому Что Наверное В Переносном Каком-то Смысле Многие Люди Оказываются Под колесами Просто Они туда Физически Не добираются А Психологически Полно И С этим Живут Но Мы Никаких Рекомендаций Не дали И не даем Это И не цель Нашей Передаче Просто Может быть Кто-то Ухватит Какое-то Слово Из того Что Мы Здесь С вами Обсуждаем Вдруг Кому-то Будет Полезно Вдруг Кто-то Скажет О Священник И он Так же Думает Как я Дорогие Отцы Сергей Вот Ваши Матушки Много Внимания Уделяют Воспитанию Детей Я знаю Что Матушка Лариса Я с ней Более Близко Знакома Востроя Детей И Она Уделяет Большое Внимание Такому Какой-то Правильной Постановке Вопрос Вот Как Ищет Все Время На Собраниях У нас Выступает Часто Что Вот Она Услышала То Вот Она Была На Собрании Там Психологов Или Там Людей Каких-то Многодетных Там Да И Ну Мой вопрос Как-то Вот Так Формулируется Нашли Вы Уже Этот Философский Камень Правильное Воспитание Детей Что Это За Правильное Воспитание Я Не Нашел А Вы Не А Будете Искать Мне кажется Сколько Мне И Столько Принцип Воспитания Но Я Ж Спрашу Наверное Нужно Просто Жить С детьми Как мне мама Так говорила С нами Просто Жили Жили Своей Жизнью Давать Пример Если Ты Сам Хочешь Детей Воспитать В православном Духе То Ты В первую очередь Сам Идешь К Богу Сам Молишься Сам Постишься И Дети Это Все Видят И Чувствуют Главное Преподобный Паисий Говорил Света Горя Что Как Нас Воспитывала Мама Как Она Учила Молиться Никак Не учила Она Мыла Посуду И Шептала Иисус Молитву Мы В такой Атмосфере Росли Поэтому С детских Лет Он Уже Молился Сам Иисус Молитвы Но Не знаю Насколько Это Идеалистично Может быть Иногда Идеалы И нужны Не хочется Все-таки Опускать Планку Хочется Надеяться По крайней Мере Как Уже Человек Выберет Жизнь Это Его Дело Но То Что Ты Можешь Делать Тут И Делаешь Не Обязательно На показ Специально Становиться Там Креститься Кланяться Нет Главное Что Дети Видят Что Мама И Папа Вечером Собираются Зажигают Лампаду И молятся А дети Чувствуют Атмосфера Меняется Когда Папа И Мама В суете Там Поругаются Или Когда Папа Мама Спокойные Помолились Стали Еще Спокойнее Еще Добрее Еще Ладан Так Все Это Для Ребенка Прекрасно Если Ты Еще Старишься Вести Себя С Ребенком Мудро Спокойно Ну Не Всегда Бывает Конечно Где-то Понимать Где-то Потерпеть Будешь Авторитетом Это Наверное Главное Но Мы Только У нас Старшего Ребенка Два Года Поэтому Мы Только На самом Начинаете Еще Ну Хотелось Было Вот Так По Примеру Вашей Хотелось Были Рады Если Наши Дети Стали Монахами Потому Что Но Кем Еще Быть Нет Дело В том Что Я Просто На Коллективе Но Счастье Это Не Приносит Какой-то Достаток Какие-то Радости Удовольствия Можно Так Назвать Но Несчастье Поэтому Если Получится Передать Ребенку Хотя Почувствовать С этого Чуть Чуть Стоит Ну Хорошо Слава Богу Но Искусственно Это Не Сделаешь Поэтому Хочешь Сделать Мир Лучше Начни С себя А Как Вы Как Отцы Общаетесь Со Своими Детьми У вас Два Мальчика И девочка А у вас Девочка Мальчик Девочка И мальчик Ну Они Все Маленькие Наверное Там Еще Не Время Говорить О Таком Вербальном Общении А вот У вас Как Знаете Мне Простите Что Вас С юмором Я Недавно Свою Катю Так Как То У нас Так Бывает С Нем Как У нас Особые Отношения Так Катя Это Младшая Ну Да Я С ней Пытаюсь Иногда Вот Так Когда Есть Так Минутки Так Что То И Сказать Так Спросить Поговорить Ну Так И Я Вот Ей Говорю Так Назидательно Говорю Вот Катя Вырастешь И Будешь Мамой Катя На меня Сворит Так Говорит Я Буду Папой Ну Это Очень Приятно Услышать Наверное Да Девочка Хочет Быть Как Папой Когда Люди Вырастают Они Помнят Себя Детьми И Где-то Даже Многие С Трехлетнего Возраста Себя Помнят И У У них Вопрос Такой Почему Взрослые Они Разговаривают Со мной Как я Со своей Куклой Разговариваю Они Со мной Разговаривают Вот Так А между Собой Они Потом Совершенно По-другому Разговаривают И Это Это Соприкосновение С Неправдой С Каким-то Двуличием А мы Часто Не Осознаем И Отдаем Себе Отчет Что Мы Между Собой Одни А С Детьми Мы Другие Вот Вы Как У У У Расскажу Не Знаю Насколько Это Ответ На Ваш Вопрос Ну Что Тоже Никого Это Не Смутило Но Это Реальность Жизни Матушка Моя Она Куда-то Уехала Ну И Дала Мне Такое Задание Значит Что Я Должен Сделать Днем Я Должен Прибежать Домой Когда Дети Придут Из Школы Я Должен И Накормить Должен Одеть И Должен И Отвести Развести По Кружкам А Я В мастерской Нахожусь У Меня Какой-то Бесконечный Калейдоскоп Событий Звонков Ответственность Какие-то Вопросы Я смотрю Вот Наступает Этот час Пик Когда Мне Нужно Прийти Домой Ну И Я Уже Немножко В таком Состоянии Не Совсем Спокойно Потому Что Я Знаю Что Ничего Хорошего Из Отправляться Ну И Смотрю Что Мои Слова Как-то Не Очень Доходят До Моих Детей Вот Ну Я Не Сдаюсь Я Опытный Я И Так И Сяк Где-то Там Напомнил Где-то Так Но А Внутренний Лимит Своей Такого Мира Внутреннего Он Тоже Как Б Ограничен Я Чувствую Как Б Я На Исходе А дети Как будто Специально Доводят До Крайности Как Будь В Любой Другой Ситуации Так Они Не Сделали А Здесь Они Из Всего Делают Как Б Такую Комедию Ну И У Меня Уже Как Б Такую Мысль Прям Сейчас Буду Бить Или Еще Пару Минут Подожду Как Б Не То Что Вопрос Бить Или Не Бить А Вопрос Уже Решеный Единственное Что Как Лучше Это Сделать Здесь На Кухне Или В Прихожей Или По Пути К Машине Я Это Решение Уже Принял Внутренне Как То Я С Безысходности От Как 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 Последнего Отчаяния Вдруг Вот Так Бывает Иногда Вдруг Говорю Знаете Я О чем Вспомнил Вот Так В детстве Мы С Братом Не Любили Так Гулять Совсем И Вдруг Однажды Мы Так Вышли Во Двор И Нашли Там Как Сказать Строим Материалы Там Рядом У нас Строился Магазин И Стали Из Камушков Из Кирпичиков Из Досочек Шалашик Делать В тот момент Когда я Об этом Говорил Вот Это Какое-то Маленькое Какое-то Лучик Какого-то Света Который В детстве Пронизывает Тебя Полностью Ты Живешь В этом Свете Когда Ты Становишься Взрослым Ты Живешь В каком-то Страшном Мраке В таком И То Как Это Лучики Какие-то Такие Блесточки И Вот Вопреки Всему Тому Что Я Как Б Испытываю Сейчас Я Вдруг Цепляюсь За Эту Блесточку Как За Соломинку И Говорю И Вы Знаете Мы Построили Этот Шалашик И Вдруг Я Чувствую Как Эти Мои Слова Каким-то Магическим Действием Повлияли А Они Что-то Бросили Эту Всю Душ Свою Говорят И Что И Как Я Говорю Ну Вот Смотрите Мы Там Построили Там Не Очень Получилось Как-то Вот И Вдруг Я Чувствую Что Все Вот Все Это То Что Вот Столько Минуты Назад Было Очевидным Что Мы Враги Что Единственное Что Мы Можем Это Просто Убивать Друг Друг Уничтожать Как Но Так Как Я Сильнее То Конечно Победа Будет За Мной Вот Это Было Очевидно Ну Как Как Дважды Два Как И Тут Вдруг Вопреки Всему Этому Мы Так Тепло Я Им Рассказал Про Этот Шалаш Они Как То Так Прониклись Мы Потом Поехали На Кружочек Значит Я С каждым Одного Завез Другого Завез Чуть Ли Не Обнялись Поцеловались И Такая Была Теплота Я Потом Ехал И Долго Не Мог Прийти В Себя От Этого Света Как Не Мог Понять Как Это Могло Быть Что Это Такое Произошло И Вдруг Подумал А Если Б Я Хоть Секунды Вот Этих Несколько Секунд Не Выждал Что Было Бы Тогда Как Много Часто В Жизни Мы Не Можем Выждать У Нас Нет Этих Пара Секунд Может И Только Пару Секунд И Нужно Может Нужно Всем Немножко Но Мы Не Ждем Мы Как Бы Идем На Пролом Мы Все Крушим И Ломаем И Это Как Бы Опять Ж Не Говорит О Том Что Это Какая То Метода Воспитания Что Вот Так Именно Можно Воспитывать И Так Хорошо Потому Что Через Какие Полчаса Все Опять Перевращается Ты Можешь Еще Неделю А Может И Месяц Этим Чудом Как То Как То Себя Подпитывать И Вот На Этих Чудесах Строится Моя Педагогическая Метода Вы Нас Опять Очень Оптимистично Только Рай Там Больше Ничего У меня Нет Какие Вопросы Задают Родители Детей Про Своих Детей Наверное Очень Часто Или Не Часто Или Я Ошибаюсь Жалуются На Своих Детей Так В Форме Исповеди Мне Кажется Родители Они Больше Как Б Все Сожалеют Потому Что Они Мне Кажется Очень Часто Родители Видят В своем Ребенке Все Продолжение Самого Себя Если Взрослый Ребенок Все Равно Очень Часто Меня Даже Удивляет Что Иногда Человек Говорит О Тридцатилетнем Своем Ребенке Как будто Был Как Малыш И Говорит А как Мне Теперь Быть В смысле Как Быть Вы Все Что Могли Давно Что Он Живет Самознательной Жизнью Не Ну Подождите Это Как Был Я Мама Я Должна А до Каких Пор Несет Мама С Папой Ответственность Потому Что За Своего Ребенка Ему 30 Лет И Она Имеет Право Ему Говорить Слушай Там Еще Осталась Баночка Сгущеночки Так Ты Не Ешь Прибереги На Завтра И Не Забудь Шарфик Одеть Парню 30 Лет У Него Жена Например Есть Мне Кажется Что И В Три Года Надо Отдавать Себя Отчет Что Это Все Так Не Совсем В Твоей Власти Он Как Б Твоя Копия И Продолжение Но Это Все Так Совсем Другой Человек И С Этим Как Б Приходится Считаться Ты Конечно Хотел Б Его Слепить Так Вот Как Из Так Чтобы Было Очень Все Гармонично Но В Твоей Это Власть На Сам Деле Может На Сам Деле Это Иллюзия Может Это Заблуждение Что Это Не В Смысли Что Ничего Не Надо Делать Не Надо Воспитывать Это Все Надо Но Но Еще Не Факт Что Это Увенчается Таким Успехом Что Это Обязательно Так И Получится Я Не Очень У Бывают Такие Случа Когда Сам По Себе Вот Он Такой Вот Он Хорош Вот Он Послушный Вот Он Какой-то Хорошо Учится Вот Он Вежливый Со Взрослыми Он Помогает Братишке Он Не Обижает Котиков У 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 Не Потому Что Его Так Вот Сильно Воспитали А Потому Что Он Вот Такой А Бывает Все Наоборот Ему Можно Говорить Тысячу Раз Можно Ему Там Все Что Хочешь А Он Другой Немножко И С Этим Тоже Надо Считаться Ничего В Делиться С Ним Своими Какими То Я Думаю Что Это Можно А Есть Что Нибудь Что Вы Запрещаете Ребенку Просто Категорически К примеру Не валяйся В грязи Не ходи По лужам Не стучи По лужам Потому Что Ты Забрызгаешься И Забрызгаешь Окружающих Ну То Есть Моменты Нарушения Нашего Паря Нашего Взрослого Порядка Нужно Ребенка С самого Начала Давать Понять Что Можно Что Нельзя Что Ребенок Уже Там В полтора Годика И К труду Привыкал Памперсы Поменяли Иди Выброси Пожалуйста Ему Интересно Он Пошел Выбросил Не стукай Братика Там Игрушкой С пятого Раза Может Запомни Что Нельзя Братика Стукать Да Ну Конечно Это Нормально Дисциплина Наверное Должна В рамках Разумных Конечно Чтобы Ребенок Учился Какому-то Послушанию Это Нормально Потому Что Когда Не учишь Это Страшно Потом Дети Капризничают На ровном месте Родители Бегают Вокруг Не знают Что Делать Трудный Ребенок Трудный Ребенок Что Что Делать Психологом Водить Как Психологом Батюшка Говорит Что Трудный Ребенок Но Он Мог Сам По Себе Вот Таким Получиться Не Ну Это Сугубо Мой Личный Как Б Это Имеет Место У Меня На самом деле Нет Каких-то Категоричных Ответов Или Каких-то Мнений Слава Богу Я вижу Разных Людей Разные Семьи Разные Отношения К детям Я вижу Что Наверное Это Как Панормально Человек Приходит На исповедь И говорит Вот Я С этим Ребенком Со Своим Ну Невыносимо Просто Ну Что Ему Сказать Знаете Вы Плохо Его Воспитываете Что То Вы Не Очень Как То Надо Ему Запрещать Так Господи Поймем Так Человек Уже Сказать Он На Последнем Извлекании От Это Воспитание Он Умирает Просто Я Ему Говорю Знаете Но Надо Как То Успокоиться Как То Успокоиться Принять Что Вот Ваш Ребенок Ну Вот Немножечко Такой Нестандартный Это Не Потому Что Надо Вседозволенность И Надо Его Поощрять В этом Конечно Не Поэтому Но Самому Человеку Надо Как То Внутренне Просто Жить Просто Иначе Он Просто Умрет Он Просто Отчается Он Просто Заунывает Настолько Что Он Просто Опустится Руки И Надо Сказать Ну Подожди Ну Давай Все Попытаемся Ну Что Хорошее Есть Какие Загоном Таким Ах Как же Так Мой Ребенок Не Такой Все Сейчас Что Это Все Время На Одни Те же Грабли Все Время Постоять Еще Хорошо Если Это Папа Он Пришел Ушел Там Ну Как Б Силу Того Что Он Работает Он Так А Если Это Мама Если Она С утра До Вечера Только И Занимается Тем Что С Это Не Приносит Такого Читимого Результата Может Это Даже Не Ваша Вина Успокойтесь Смиритесь С тем Что Да Ну А Может В Есть Тоже Своеобразие Такое Вот Ваш Ребенок Вот Такой Но Он Не Сможет Так Как Все А В Чем То Другом Он Может Тебя Проявит Потом Тоже Может Так То Дети Они Вообще Сложны Или Простые Как Понять Дети Как Так Сказать Общность Это Огромное Испытание Для Родителей Это Испытание Просто Для Взрослого Человека Ну А Что Тогда Почему Будьте Как Дети Господь Сказал Он Что В Это Вкладывал Будьте Как Дети Какими Такими Нежными Послушными Чистыми Честными Живыми Будьте Живыми Как Дети В том Числе И Не Непослушными Дети Они Живые А Взрослые Очень Часто Они Как Бо Они Не Очень Живые А Дети Должны Быть Как Кто Как Взрослые Или Как Дети Должны Быть Самими Собой Они Это Лом Для Нас Господь Сказал Что Да Будьте Как Дети Но Истинно Говорю Вам Что Если Кто Не Примет Царство Небесное Как Дитя Тот Не Войдет В него То есть Такая Простота Когда Ребенок Идет Бабочку На Цветочки Вот Так И К Царству Небесному Тоже Вот Так Если Мы Не Примем Царство Небесное Просто Без Всяких Все Когда Когда Свое Лукавство Остается Наверное Такими Детями Нужно быть Жалко Что Мы Уже Не Дети Вот Этот Ваш Рассказ Про Искру Из Детства Мне Настолько Близко Это Прямо Отозвалось Когда Это Бывает В жизни Редко Тоже Вдруг Какой-то Запах Прилетит Из Детства И У тебя Раскрывается Душа Этими Воспоминаниями Мне Даже Кажется Что Вот Если В Царстве Небесном Если Меня Господь Возьмет И Если Там Принимают Заказы Я Хотела Чтобы Там Было Для Меня Как В Моем Детстве Да Может Там Лучше В В В В Детстве Мы Не можем Сказать Человек На самом Деле Вот Он Сталкиваясь Какой-то Проблемой В Теории Или Как бы Слыша Об Этой Проблеме Это Один Уровень Понимания И Совсем Другой Когда Человек В Эту Проблему Прям Жизненно Так Погружается Я Помню Себя Прекрасно Своё Чувство Я Был Дьяконом И У нас Нождество Такая Ночная Служба Была Это Ночная И Меня Это Так Всегда Как Так Так Я Такой Человек Был Как Мне Казалось Такой Благочестивый Такой Нечто Не Понимал Что Это Такое Придут Эти С Детьми Дети Лежат На Солье Тут Что То Они Чуть Ли Не Закадил На Меня Хватают Что Там Мешают Я Тут Понимаете Возглашаю А Они Как Б Вообще Думаю Что Родители Как Им Не Стыдно И И Совсем Другое Дело Когда Сейчас Я Стою В Алтаре И В Царских Вратах Когда Мой Ребенок Там На Солье Невоизвестно Чем Он Занимается Я Понимаю Вот И Что Мне Сейчас Делать У Меня Чувство Одно Я Был Как Провалился Сквозь Землю Как Меня Только Не Было А Вот Как Меня Вот Так Поставили Вот Так Я Мне Знаете Я Думаю Хоть Никто Не Подумал Что Мы С ним Родственники Ну Как Б Ужас Вообще Ну То есть Вы Поняли Этих Родителей Я Понял Этих Родителей И Как Думаю Как Ужас Как Так Можно Было И Сейчас Прекрасно Понимаю Что И Сейчас Есть Такие Люди Которые Смотрят На Меня И На Моего Ребенка И Тоже Так Богочестиво Думают Вообще Такой Батюшка Кому Не Стыдно Что Он Ребенку Не Может Объяснить Что Наследие Нельзя Валяться Понимаете Вот Так Вот Жизнь Устроена Все Не Так Однозначно Все Не Так Просто Все Не Так Легко То Что Вчера Казалось Как Вы Говорите Там Сказать Церковь Учит Так И Где ты Это Примени Вот Ты Живешь Ты Живой Человек В Тебе Сейчас Это Все Внутри Что Та Толкает На Какие Поступки И Что Там Тебе Сейчас Что Там Как Учит Тебе Просто Надо Выжить Вопрос Вы Оправдываете Неправильные Поступки Я Не Оправдываю Я Понимаю Что Человеку На Самом Деле Очень Очень Непросто Ему Нужна Помощь Нет Это Не Так Приходит Человек И Говорит Что Вот Я Сейчас Вот Так Я Хочу Ему Сказать Что Ну Так Не Очень Конечно Но Все Равно Надо Жить Же Надо Попробовать Ну Давай Ты Старайся Ты Приходи Хотя Причащайся Ты Сейчас Никакой Вообще Ты Хотя Совсем Так Из Храма Не Уходи Потому Что Очевидно Как В каком Состоянии Человеку Мне кажется Что В этом Есть Хоть Какая Зацепочка Хоть Какая Надежда Что 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 Потом Не Сейчас Конечно Что Потом Может Что Что То Измениться Как Быто Так Вот Сделать Чтобы Они Подрастая Чтобы Их Не Смывало Ветром С С Или Или Вообще С Храма Как Правило Ведь Это Так И Происходит И Статистика Очень Неумолимая Из Воскресных Школ Дай Бог Чтоб Один Человек Остался В храм Ходить По Окончанию Воскресной Школы Может Быть У вас Есть Какие-то Мысли У меня Мысли Есть Я вам Честно Скажу Мысли Вся Проблема Не В ребенке А Во мне Вот Если Были На Место Стоял Серафим Саровский Как Священники Если На Моем Месте На Исповеди Вот Допустим У Одного Налуя Стоял Сергий Радонежский Тут Серафим Саровский Тут Еще Кто Нибудь Из Святых Понимаете И Дети Бы Подходили Не Попал Серафим Заровскому Ну Уж Пришлось К Понимаете И Ону Шатхайскому Так Уж Не Повезло Так Тогда Проблем Не Было А Стоим Место Серафим Саровских Вот Мы Стоим Контраст Какой Чек Приходит Он По И Должен Его Смывается Или Если Бо Я Был Другой Так Его Не Смыло Ну Так Уж Нельзя Совсем Посыпать Голову Пеплом Все Безнадежно Раз Среди Вас Нет Серафимов И И Оаннов Значит Все Пропадайте Дети Почему Пропадаете Но Просто Чтобы Не Было Иллюзии Что Проблема В Ребенке И Сейчас Его Нужно Какие Гаечки В нем Подкрутить Так Вот Просто Взять Отверточку Подкрутить И Все Будет Хорошо Совсем Все Не Он Как Бо Человек Живет До поры До Времени В нем Живет Огромный Источник Как Благодати Запас Огромный Его Хватает Почти До 12 Лет Несмотря Ни На Что На Ту Ужас Который Он Видит В школе Дома И Как Бо Мне Как Не Странно Благодать Настолько Велика Что Она Ему Дает Сил И Все Но Этого Как То Оно Не Не Задевает Но Потом К сожалению Источник Потихонечку Оскудевает И Человек Начинает Реальность Видеть Что Он Видит В школе Что Он Видит В друзьях Что Он Видит Во Мне И Вот В Этот Момент Конечно Очень Важно Чтобы Господь Ну Как То Компенсировал Возникает Доверие Очень Важно Что Было Доверие За Это Доверие Ну Его Нужно Заслужить Я Слышал Такое Что С Десяти Лет В Ребенке Созревает Такой Отдел Мозга Который Отвечает За Критику Начинает Ребенок Все Критиковать Чтобы Оставить С ним Какую-то Связь Наверное Вот Как Оте Серге Слав Должно Быть Доверие Тридцать Лет Не В Двенадцать Не В Тридцать Лет Часто Родители Не Верят Своих Детей Почему Он У Еще Маленький Он Еще Простудится На И Родители Потом Рушат Семь Своих Детей Просто Вмешиваясь Вот Наверное Должна Быть Доверие Ребенку И Любовь Такая И Доверять Ребенку Это Нужно Действительно Как-то Какие-то Узелки Отпустить А Это Тоже Так Доверие Это Тоже Подвиг Наверное Спасибо Вам За Раскрытие Темы Необычной Надеюсь Что Не Последний Раз Ну Мы С вами Прощаемся Дорогие Наши Зрители Слушатели Смотрите Нас В эфире Будем Эту Передачу Делать Периодически С разными Клериками И Нашего Монастыря И Других Храмов Я Думаю Что С батюшками Очень Интересно Поговорить Не Только На Церковные Темы Что И Показала Наша Сегодняшняя Беседа Спасибо Господи До свидания Спасибо за субтитры